Мини-футбол тренировка Только удары по мячу и слышны в спортзале Команда Всероссийского общества глухих тренируется два раза в неделю В четверг-воскресенье по полтора часа уже на протяжении нескольких лет Раньше хоккей играл, футбольное было большое поле, 11 человек А глухих было мало, и мы перешли на мини-футбол В начале 90-х они просто гоняли мяч Чуть позже появилось название «Пластик» Но оно никак не связано с глухотой «Пластик» это пошло от полиэтиленовых пакетов Первые игроки команды продавали их на рынке Бизнес канул в лету, в команду пришли новые спортсмены Но переименовывать «Пластик» не стали Да, уже очень давно, с детства, начал примерно с 10 лет Папа мой меня заставил играть, и я что-то так согласилась И все, и с этого пошла любовь и играю Просто это, понимаете, это техника, это игра, это общение Это вообще и победы особенно Ну, нравится просто, там трудно объяснить Спортсмены признаются, еще пару лет назад они не знали правил и требований игры Но съездив в 2012 году в город Красноярск, поняли, в каком направлении надо развиваться Ну, мы растем, да, мы получше Намного чувствуется, что намного лучше стали ребята Да, лучше мы стали, да, уделять стали внимание и команда получше В 2012 году, да, мы сыграли в Красноярске, значит, там И мы поняли, что да, мы довольно-таки неплохие, можем выходить на другой уровень, да Сейчас управляться с мячом лучше, чем «Пластик» не может ни одна команда Сибири и Дальнего Востока Благовещенцы добились таких успехов, о каких раньше в нашей области и не слышали Мини-футболисты заняли девятое место из восемнадцати на чемпионате страны среди глухих И сейчас они попробуют побить свой рекорд Они вновь едут на всероссийские игры В Казань команда улетает 13 марта Хотел бы, хотел бы, да, хотя бы в шестерку попасть, это очень тяжело, это очень трудно, первое место сразу Надо два или три, четыре года, да, усердно везде А тут за год и так Большой, большой прогресс и так уже виден, да В первую очередь настроить себя, да, чтобы был соответствующий настрой, да, большое желание, это, конечно, есть, этого мало, надо себя по большей части настроить Техники хватает? Эта тишина, не пауза в игре Сурдопереводчик команды спрашивает у игроков, где их форма Спортивное обмундирование надо подготовить к предстоящим играм Нашить номера, ведь форма новенькая Ее буквально на днях подарили в городском спорт управлении Я думаю, что и без нее вы добьетесь успеха в любых соревнованиях, но это та маленькая часть нашей благодарности за то, что вы Вносите в наш город, воспитываете наших детей в спортивном нраве, в нраве развития ФК и спорта Новую форму команда ждала очень долго До этого они шесть лет играли в черно-бордовой, купленной на свои деньги Потом им отдали старую форму футбольного клуба «Амур» И вот наконец-то у мини-футболистов появилась своя оранжевая форма Как говорится, с новой обновкой к новым победам Единственный на поле, кто может кричать «Гол» – это внук капитана команды Малыш ходит с дедушкой почти на все тренировки И вместе с ним сейчас смотрит паралимпийские игры Но в отличие от деда, о всемирных играх пока не мечтает Конечно, конечно Но шанс есть? Шанс есть, нету Возраст, да, сложно сказать, конечно Уже не берут А внук? Внук, может быть, он слышащий, может быть, и попадет Если он захочет Если захочет, все возможно О том, что возможно все, дед-внук уже рассказал И доказал, что ограниченные физические возможности Не должны стать ограничениями в жизни Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok